Доброе утро! Я говорю коллегам в студии и всем телезрителям. Меня зовут Митя Правдин, тот самый Митя, который любит готовить. Сегодня приготовим мясо по-французски, или, правильнее сказать, по-французски. Давайте приступим. Для этого рецепта нам понадобится куриная грудка. Мы ее тоненько разрезаем пополам, таким вот образом. Накрыли пищевой пленочкой мясо и погнали отбивать. С одной стороны я его отбил. В принципе, для куриной грудки этого вполне достаточно. Далее взбиваем куриные яйца. Пару штук я буду использовать для рецепта. Добавляем соль, добавляем перец. Венчиком все это взбиваем и выкладываем сюда мясо нашей птички. Убираем в стороночку, даем возможность чуть-чуть настояться. И пока займемся важными слоями для нашего мяса по-французски, это будет помидор и репчатый лук. Лук стараемся нарезать тоненькими полуколечками. Чем тоньше, тем он впоследствии приятнее. Теперь мы разрежем чесночок. Так как для этого рецепта я использую натуральный йогурт, чеснок добавит необходимый аромат, необходимую пикантность. И йогурт, в отличие от майонеза, к примеру, он не такой соленый, поэтому можно щепоточку соли еще в него добавить. Чуть не забыл. Нам же необходимо натереть на крупной терке сыр. Давайте сразу с ним справимся, чтобы потом на это не тратить лишнего времени. Перед тем, как выкладываем мясо, противень, конечно, нужно хорошенечко обильно смазать растительным маслом или застелить пергаментом, как сделал я. Теперь на мясо по-французски я выкладываю томаты, сверху выкладываю слой лука. Теперь я поливаю это все йогуртом и сверху обильно посыпаем твердым тертым сыром. Композиция, конечно, уже достойна любых похвал. Даже в таком виде выглядит очень аппетитно, но это лишь начало нашего пути. Сейчас мы отправляем противень в духовку, следим за процессом и ждем готовности мяса по-французски. Мясо в духовке при температуре запекалось на протяжении 30 минут, при температуре 200 градусов. Вьё на франце! Правдин приготовил. Бон аппетит!